Успешное выполнение главной задачи Всего энергетического предприятия Обеспечение надежного и качественного электроснабжения промышленных предприятий Транспорта, культурно-бытовых учреждений И населения городов и поселков Зависит от правильной организации диспетчерского управления электрическими сетями В настоящем киновыпуске представлен опыт калининградской электрической сети Мособлэлектро Основной принцип организации диспетчерского управления в которой Централизация в пределах предприятия Что позволяет наиболее рационально использовать сквалифицированные кадры Достижение техники Повышает оперативность и дает экономический эффект Единый для всего предприятия диспетчерский пункт Располагается на центральной производственной базе В дежурных пунктах базируются оперативно-выездные бригады Которые входят в единую оперативно-диспетчерскую службу И подчиняются только диспетчеру предприятия Каждый дежурный пункт обслуживает электрические сети Объемом до 4000 условных единиц В радиусе до 20 километров одного или двух сетевых районов предприятия Калининградский дежурный пункт обслуживает два сетевых района В том числе город Калининград Пушкинский дежурный пункт тоже два района В том числе города Пушкина и Ивантеевка Правдинский дежурный пункт один район Красноармейский дежурный пункт обслуживает один сетевой район В том числе город Красноармейск Принятая структура службы позволила упразднить два местных диспетчерских и два дежурных пункта, а это дало ежегодную экономию свыше 40 тысяч рублей. Диспетчерские и каждый дежурный пункты оснащены мнемоническими схемами сетей всего предприятия и обслуживаемого участка. Крупномасштабная наглядная схема постоянно находится перед диспетчером, создает необходимый психологический настрой в его ответственной работе. Диспетчер имеет прямую телефонную связь с дежурными пунктами и радиосвязь с автомашинами оперативно-выездных бригад. Улучшение связи ускорило оперативное переключение в среднем на один час. В состав смены бригады входят старший электромонтер и электромонтер-шофер. Совмещение профессий экономит более 4 тысяч рублей в год по каждому дежурному пункту. Оперативно-выездные бригады оснащены полными комплектами защитных средств, инструмента и приборов, что делает их независимыми от местного персонала и обеспечивает постоянную готовность к действиям. Диспетчер руководит режимом работы электрических сетей и подготовкой рабочих мест для ремонтных бригад при плановых ремонтах, как правило, до начала рабочего дня других служб. Старший дежурный электромонтер заполняет бланк переключений, сверяя его со схемой. А правильность заполнения бланка проверяется диспетчером. Освобождение ремонтных служб от подготовки рабочих мест увеличивает время работы на отключаемом оборудовании ежедневно от 1 до 2 часов. Все изменения в режиме работы сетей наносятся на схемы диспетчерского и дежурного пунктов. Диспетчер руководит отысканием мест повреждений в сетях и ликвидацией их последствий. Если телефонные сообщения от абонентов или телесигнализация из распределительных пунктов поступают на дежурный пункт, то старший электромонтер докладывает об этом диспетчеру и только по его заданию приступает к действиям. Единоличное руководство диспетчера действиями оперативно-воездных бригад обеспечивает сокращение сроков отыскания и выделения поврежденного участка и перевода сети в послеаварийный режим. Объекты первой категории имеют автоматический ввод резерва. В трансформаторных пунктах питающих объекты второй категории установлены нормальные разрывы на резервных вводах и они немедленно вводятся вручную. Телесигнализация, автоматизация и правильный выбор диспетчерской службы нормального режима сети обеспечивают соблюдение установленных правилами сроков восстановления напряжения. Поврежденный участок сети выделяется с двух сторон и остается отключенным до восстановления ремонтной бригадой. Теперь напряжение подается остальным потребителям. Однофазные замыкания на землю отыскиваются при помощи прибора «Поиск», что сокращает время обнаружения земли на 2-4 часа, то есть экономит до 12 человеко-часов в каждом случае. Такого рода повреждения немедленно устраняются диспетчерской службой, которая благодаря централизации может направить на помощь оперативно-выездную бригаду с соседнего дежурного пункта. Большой эффект в организации оперативного обслуживания уличного освещения дают установки телемеханического управления, выпускаемые опытной мастерской Мособлэлектро, внедрение которых окупается в течение одного года. Ежегодную экономию порядка 4-6 тысяч рублей создают дистанционность управления, использование двух программ вечерняя и ночная и сигнализация о повреждениях в конкретном каскаде. В том случае, когда пульт находится в дежурном пункте, при выезде бригады на задание управление им обеспечивается программным реле 2РВМ или ПРО. В настоящее время разрабатывается новое оборудование для диспетчерских пунктов. Пензенскими мастерскими Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осваивается выпуск новой модели диспетчерских щитов ЩАДГ-МС. На щите, собранном из металлических панелей, монтируется мнемосхема из упрощенных магнитных символов. Организация диспетчерского управления сетями проводится на основе разработанных Ордена Трудового Красного Знамени Академии коммунального хозяйства имени Памфилова методических рекомендаций по научной организации труда в гор-электросетях. Экономический эффект от внедрения рассмотренных мероприятий только на одном энергопредприятии составил более 80 тысяч рублей в год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok